Одним из главных трендов этой осени стал неон. Такого кислотного эффекта поможет добиться обычный белый карандаш и тени. Тех, кто на такие эпатажные краски идти пока не готов, выручит фиолетовые тени. Они подходят к любому цвету глаз, но в особенности к карим. Благодаря насыщенному и глубокому цвету глаза визуально увеличиваются. Но для этого эффекта важно использовать дымчатую технику. Фиолетовые в моде не только для глаз, но и для губ. Такой цвет идеально подчеркивает губы. Маленькие увеличивает, а большие делает более чувственными. Еще одной модной техникой становится северное сияние. Смешиваются два оттенка, а зона слияния размыта. Но это все классика. Настоящей новинкой сезона стали цветные мазки на веках. Выглядят они как небрежные полоски штрихи. Здесь главное не стараться наносить тени аккуратно, а напротив приветствуется легкая небрежность. Влажные губы также набирают популярность. Я думаю, что это отлично, когда яркий макияж, когда яркие губы. С ярким макияжем жизнь становится ярче. Это очень модная яркая помада, либо яркие стрелы, как черная подводка. Акцент должен направлен либо на губы, либо на глаза. Яркий и даже вызывающий мейк стал трендом осени 2021 года, поскольку из-за пандемии и самоизоляции женщины соскучились по вниманию. Однако, по словам экспертов, многие не пренебрегали сочными красками и раньше. И здесь, как считают психологи, может быть не только желание понравиться, а еще и неуверенность в себе. Причем за внешним лоском порой скрывается личность, которая, по сути, к желанному вниманию не готова. Неуверенная девочка, она делает себе боевой раскрас, и это еще надо выдержать, напор внимания. Это же тоже самовыражение, заявить о себе, обратить на себя внимание. Я не готов, но я хочу. Есть и те, кто предпочитает вовсе не использовать косметику. Одна из причин, которые называют специалисты, семейные ценности. Возможно, в семье представительницы прекрасного пола игнорировали мейкап, и девочка, повзрослев, сама не видит в нем смысла. Есть и другая причина. Американские женщины в борьбе за равноправие полов в 90-е массово отказывались от косметики. Сегодня эта тенденция дошла и до России. Русские дамы, хоть и не столь категоричны, но все же часто позиционируют свою естественную красоту. А у многих банально не хватает времени, чтобы навести мерафет. Я точно бы, наверное, советовала женщинам обращать внимание на себя, хотя бы вот из этой всей, мы сейчас если про семью говорим, то там 15-20 минут времени засекать и уделять себе. А что, правда, я хочу. А может быть, правда, я хочу просто нанести себе крем на лицо, смазать руки кремом, как-то там, ну, сходить на маникюр. Эксперты сошлись во мнении, что в первую очередь при выборе макияжа стоит обращать внимание не на тренды, а на свои ощущения и индивидуальность. А модные новинки способны лишь подчеркнуть ту привлекательность, которая дана женщине от природы и не более того.